Здравствуйте! Я, Лилия Тимеева, буду общаться с вами в культурном контексте. В этом выпуске смотрите. У музея юбилей. Специальный репортаж, посвященный этому событию, смотрите в программе. История не терпит пустоты. Встреча с писателем Евгением Анташкевичем состоялась в межрайонной поселенческой библиотеке. Смеяться всем Денискины рассказы показали на сцене РДК. Удивительная история семьи Рерихов в рубрике «Культ просвет». История не терпит пустоты. Так назвал свою встречу с читателями Евгений Анташкевич. Писатель, политический аналитик, ветеран спецслужб. Он долгие годы работал на Дальнем Востоке в Хабаровском крае. В межпоселенческой центральной районной библиотеке он не просто рассказывал о своей книге под названием «Харбин», но и поделился интересными историями времен своей службы и увлекательными историческими фактами. Дальний Восток и Харбин – периода между Гражданской и Второй мировой войной. История миграции, о которой известна немного. В Харбине, как оказалось, в этот период действовали разведки практически всех ведущих стран мира. А ведь там происходили невероятные события, если верить произведению Евгения Анташкевича «Харбин». В межпоселенческой центральной районной библиотеке прошла встреча с писателем, политическим аналитиком, ветераном спецслужб Евгением Михайловичем Анташкевичем. Долгие годы он работал на Дальнем Востоке в Хабаровском крае. По долгу службы имел возможность встречаться с интересными людьми, так или иначе связанными с восточной волной русской миграции и работа в архивах. Все это привело к тому, что после выхода в отставку он написал роман «Харбин», который стал дебютным в его писательской карьере. О своей прежней работе, а это КГБ, СССР, ПСБ, Российские федерации, мы же там, это только в кино, они все бегают, стреляют, что-то там скручивают, перекручивают. На самом деле мы сидим и пишем, а потом мы снова пишем, а потом мы снова пишем, мы снова пишем, да, и казалось бы, вся работа, вот летчики летают все-таки, да, там подводные плавают, пехотинцы, ну, должны бегать, уметь попасть, наступать, а мы только пишем. И вот это вот у меня только совестью на разговор, писать или не писать. Вот я туда приехал в 1975 году, в Хабаровск, в общем, там, ну, вчера, он вчера появился, и как-то, в общем, там событий много, событий много. Ну, все освоение Дальнего Востока через Хабаровск, все освоение Тихого океана, все контакты с Китаем, Китая 6 тысяч лет, да, ну, профессиональные китаисты, они так, немного лет, ну, 6,5, непрофессиональные китаисты ограничиваются 4,5 тысячами лет, ну, вот, и вдруг мои коллеги с двумя-тремя высшими образованиями, они об этом, и я решил, что надо вообще-то, что-то такое надо, что-то такое надо, поэтому совестью я вопросы уладил очень быстро. Не писать не смог. Так много хотелось рассказать о той-другой жизни русских в эмиграции. Встреча называлась «История не терпит пустоты». Вот эту самую пустоту, белое пятно в эпохе, Евгений Анташкевич и попытался заполнить. Постепенно мы начинаем узнавать ту страницу истории, которая никогда не преподавалась в школах и институтах. Фаблу такова, история семьи колчаковского офицера, волею судеб. Она оказалась замешана в масштабную разведывательную операцию на Дальнем Востоке под названием «Майки-мираж». История плотно наполнена деталями, уклад жизни и быт. Один из героев называет Харбин консервой русской жизни. И действительно, до конца Второй мировой там сохранялся русский дореволюционный уклад, который в самой России уже давно был сметен революционным разрушительным штормом. А в Харбине русские составили культурную доминанту. Потому что они создали под 28-й год расцвет. Вот это была высшая точка пик. История преподносит нам немало уроков, но еще больше она задает вопросов. И ответы на них ищут те самые исследователи, которых она, словно зачарованных, манит своими периодами, эпохами и вехами. Не так-то просто понять сегодня, что же происходило в те годы, когда на разрушенных ценностях одних выстраивалась новая жизнь с другими ориентирами. Куда бежали, уезжали, как начинали заново или пытались подстроиться под уже выверенный мир и быт люди. Действительна ли спираль истории неизменна? И все, как говорится, возвращается на круги своя. И как эти круги взаимосвязаны? Одно понятно. История действительно не терпит пустоты. И может быть, прочитав книгу Евгения Анташкевича Харбин, вы заполните пробел в знаниях или, по крайней мере, получите ответы на некоторые вопросы, которых, как известно, в истории немало. У музея юбилей. 50 лет в нашем районе работает историко-крывический музей. В его стенах вся история Щелковского района и города Щелково. Этому замечательному событию мы посвящаем специальный репортаж. Мне кажется, что здесь, здесь что-то назревает. Вы подождите, вы подождите. Их сюда привезли, потому что это теперь музей. Вот это здание теперь целиком музей, понимаете? А это ценные экспонаты. Дом Синицына, горсовет, угловой дом на площади, книжный магазин. А в последние годы, по справедливости, Щелковский историко-крывический музей. К своему полувековому юбилею музей полностью получил в свое распоряжение это историческое здание 1911 года постройки. И оно теперь его самый главный экспонат. Вот здесь, на втором этаже районного дворца культуры, к 50-летию Октябрьской революции в 1967 году, решением Бюро горкома партии и был открыт первый Щелковский историко-крывический музей. Тогда даже не музей, а музейная комната. Одна, площадью всего 47 квадратных метров. Музей был создан на общественных началах. Материал ограничивался военно-революционной и партийной тематикой и начинал отсчет только с 1917 года. Согласитесь, так едва ли составишь представление об истории района. В таком виде музей просуществовал почти до распада Советского Союза. Потом комнату в ДК забрали под другие нужды. Только в 1993 году власти района приняли решение возродить историко-крывический музей. А главное, место определили в том самом здании, Советская 54. Решить решили, а сделать не смогли. Здание занимал книжный магазин, входивший в областную сеть и снабжавший район образовательной литературой. Перевести его было некуда. Благодаря Леониду Андреевичу Передохлебову, который изыскал возможность при строительстве нового дома первый этаж отдать под книжный магазин, удалось книжный магазин отсюда увесить. Это был май 1999 года. Для начала музею отдали смежное с книжным помещение бывшего кафе. Новым директором стала Зинаида Багрова. Задача казалась невыполнимой – открыть музей к Дню города, 28 августа. Когда вошли сюда, он мне Звегин сказал, что я не знаю, что ты будешь тут делать, но посмотри, у тебя в запасе всего три месяца. Ну, в общем, пола не было, стена голая, все разрушено, в жутком состоянии. Ну, я поняла, что я влипла, как говорят так по-русски. На помощь пришли краеведы – Надежда Подзорова, Людмила Карлова, Георгий Ровенский, Тамара Анциферова. Концепцию первого музейного пространства придумал Милиан Федоров-Чебирака. Оформлять стенды помогал художественно-промышленный центр Юрия Шафранского. Все мне крутили в виска и говорили, музеи так не открываются, их надо открывать в течение года, двух. У нас вроде получилось так и за три месяца. Проходим? Да, пожалуйста, дорогие друзья. Пожалуйста, проходите. Друзья, у нас давно, в общем-то, витала такая идея представить помещение историко-краеведческого музея. Он вроде бы был, и вроде бы его и не было. И начала оживать для жителей история нашей малой родины. История заводов, фабрик, людей, живших и живущих в Щелковском районе. Многое в экспозиции посвящено славному промышленному прошлому текстильного Щелковского края. Спустя два года в 2001-м окончательно съехал книжный магазин. И музею наконец-то отдали весь первый этаж. И опять надо было быстро сделать ремонт и экспозицию, и опять открыть музей в день города. Но второй раз уже не так страшно. Медленно, но верно музей отвоевывал свой дом у муниципальных служб. В 2005-м переехал спорткомитет, освободив кабинеты на втором этаже. Мне точно не хватало выставочного зала здесь. Первое мое изменение было такое глобальное. У нас появился выставочный зал, в котором мы находимся, который бы позволял на маленькой площади делать временные экспозиции. В 2013 году Зинаида Багрова передала руководству Щелковским историко-краеведческим музеем дочери Натальи Богдановой. Получилась династия. Экскурсии по городским улицам и достопримечательностям, тематические программы, краеведческие конкурсы для школьников, городские квесты, акции «Ночь музеев» или «Ночь искусств». Свежих идей, как привлечь и удержать посетителя, у Натальи Владимировны хватало. А какие выставки организовывал музей? Бабушкино наследство, фарфоровый космос, куклы и мода, история, освещение. Разыскали творческое наследие Щелковского хлопчат-бумажного комбината имени Калинина и устроили выставку «Ситец. Яркий летний день». Так прониклись, что даже сувенирную продукцию с этими эскизами выпустили. И да, это тоже новаторство директора. А сейчас начали развивать новое направление – познавательный туризм по Щелковскому району. Мировая тенденция – соединение разных видов искусства на одной площадке. Музей с радостью принял ее. Есть же друзья – Щелковский драмтеатр, детская музыкальная школа, переплетение театра, живописи, музыки, декоративно-прикладного творчества, фотографии, да еще и в стенах, впитавших энергетику целого века. Горожане приходят в музей, чтобы слиться в едином порыве – любви к искусству и истории. Вот, честно говорю, получаем такое удовольствие от работы с музеем, потому что это настоящие профессионалы. Всех их любим, обожаем и всегда готовы дружить, дружить и дружить. Налажено сотрудничество с музеями других подмосковных городов, с частными коллекционерами. Среди прочих равных выделяет наш музей, коллекционер из Королева Алексей Бабаян. Знаете, он готов откликаться на все проекты, не только связанные с историей края. Да, но пропаганда вообще искусств как такового – это очень здорово, да? Он не зацеплен совершенно на каком-то месте, что он в таком деле, да? Часто авторы выставок оставляют музею в подарок что-то из экспозиции. А сколько семейных реликвий доверили музею обычные посетители? Это вот наши щелковские жители. Спасибо им огромное за их отзывчивость и за их бескорыстность. Благотворительность у дел сильных. Без помощи меценатов, спонсоров музей сделал бы намного меньше. А дружба с предприятием Щелково-Аграхим, бывшим химзаводом, имеет еще и исторические предпосылки. Одно из таких самых, будем говорить, хороших качеств – это патриотизм. Это любовь к родному краю. Именно вот это качество и прививает Щелковский исторический музей. И это тоже привлекает Щелково-Аграхим для того, чтобы максимально оказывать содействие в развитии музея. Более 21 тысячи посетителей приходят в музей ежегодно. Коллекция музея насчитывает сегодня почти 17 тысяч экспонатов. Было бы где выставлять. Я прямо на второй день не пошла. Вот руководство пришло, и я на второй день пошла просить третий этаж. Ну, Алексей Васильевич дал слово. И третий этаж наш. У главы района позиция однозначная. В этом здании только музей. И ничего постороннего. Мы понимаем, что здесь достаточно было много интересов. У каких-то там неустановленных круголиц. Чтобы здесь какой-то, будем говорить, бизнес открывать. Ну, зачем? Это здание историческое. Конечно, оно должно было идти под музей. Сегодня на третьем этаже полным ходом идут работы по ремонту и реконструкции. Проект нового музейного пространства разработал Щелковский архитектор Алексей Воробьев. Некоторые планировочные решения, кстати, взяли из проекта 93-го года. Например, главный вход будет не с угла, как сейчас, а с первого советского переулка. Можно в него ничего не ставить. Организовать свет, открыть стены исторические нашего дома. И это уже будет музей. И отличие как раз этого музея, этого подхода к проектированию этого пространства в том, что весь интерьер начинает говорить. Частью экспозиции станут сводчатые потолки, металлические несущие конструкции, вентиляционные отверстия, воздуховоды, винты, которые особым образом скрепляли стены. С кирпичной кладки местами специально снимается облицовка. Будет кладка отшлифована до того стены, который она была во время строительства. И отдельно она будет подсвечиваться, являясь своего рода такой экспонат. И уже в этих конструкциях будут располагаться предметы. Третий этаж будет рассказывать о Щелкове в 20 веке. Две сюжетные линии, главные войны столетия и мирное индустриальное развитие района. А еще здесь будет зал-трансформер на 60 человек, где можно будет проводить конференции, праздники, показывать фильмы, играть концерты. 50 лет для истории не возраст. Что впереди? Есть идея придать зданию музея первоначальный облик, как на старых фото. Только очистить фасад от штукатурки, которую его покрывали последние лет 80. Вместе с третьим этажом музею достался еще четвертый, мансарда. На нее тоже есть планы. Есть проект использования внутреннего двора здания. Есть желающие открыть филиалы музея в поселениях Щелковского района. Коллективу профессионалов, соединившему молодость и опыт, вы уже поняли, любые задачи по силам. Неизменным останется одно. Историко-краеведческий музей будет воспитывать в нас любовь к своей малой родине и гордость за тот край, где мы живем. Музей становится и практически уже стал центром притяжения тех людей, которые интересуются историей, интересуются культурой. Об этом, да, действительно говорят, что Щелковский музей становится одним из однищих на господской области. Жизнь продолжается. История в надежных руках. Надеюсь, что на некоторое время нам третьего этажа хватит, а там будет видно. Если вы не читали Денискины рассказы, у вас не было детства. Если вы не ходили на спектакль в районный Творец культуры, вы скучно провели субботний день. Веселый и яркий спектакль Денискины рассказы привезли в РДК на радость детей, родителей и нашей семечной группы. Если и взрослые, и дети смеются над рассказами, то это значит, что они Денискины. Вот уже более 50 лет рассказы о Денисе Кораблеве и его друге Мишке Слонове заставляют смеяться детей и взрослых. Ведь дети всегда будут детьми и будут задавать самые необычные вопросы, высказывать самые смелые мысли, отлынивать от уроков и мечтать. Литературное детище Виктора Драгунского произведение по праву можно назвать классикой детского юмористического рассказа. История мальчика Дениса, его друзей и родителей, а между тем история познания этого мира, мысли, размышления ребенка, его шалости и поступки. Ведь все это наверняка знакомо каждому. Даже перечитав Денискины рассказы, сложно не улыбнуться, а где-то даже и в голос засмеяться. Субботний день в районном Дворце культуры мальчишки и девчонки, а также их родители смотрели спектакль Денискины рассказы. Сейчас он спросит, как меня зовут, хотя прекрасно знают мое время. О, Дениска! Но Дениска, как тебя зовут? Ну, конечно, если бы я был невежливый, я бы сказал, сами знаете. Но я вежливый, поэтому я отвечу. Денисов. Денисов. И он спросит дальше. А сколько же тебе лет? Как будто не видишь, что ты не 30 и даже не 40. Но он продолжает приставать. Сколько тебе лет? Сколько тебе лет? Семь с половиной. О! И он расширит глаза, схватится за голову, как будто бы я и не сообщил, что мне вчера стукнуло 161. Я понял, что если кто-то поступает нечестно, то в конце концов про это узнаю. И даже очень скоро. Ты запомнил это на всю жизнь? Да. Очень хорошо. А ты читала вообще Дениска, Дениска? Да, я читала летом. Мне понравилось. И романтика была, и всякие разные истории. А что интереснее, спектакль или книжка? Ну, не знаю. Но спектакль лучше, потому что там все расскажут, бегают. Но они движутся. А в книжке там картинка и все. Ну, о том, что они курицу варили. Там... Ну, да, тоже было смешно. Очень понравилось, очень весело и смешно. Что понравилось особенно, какой рассказ? Мне Дениска. Детьми. Когда они детьми стали. Когда они полетели, куда-то улетели там. Куда полетели на ракете? А читали книжку Денискина? Да, я особенно. Я все рассказы читал. Какой тебе особенный рассказ? Мне понравилась курица и ракета. Лучшие слов говорят только широкие улыбки и радостные глаза. И после спектакля Денискина рассказы в районе Дворца культуры этого было в достатке. Выдающиеся исследователи, художники, путешественники. Семья, в которой все увлекались неизведанными тайнами человечества. Сегодня в культпросвете о загадочной семье Рерихов. Наблюдайте, сколько замечательного совершается. Куски рассыпанной мозаики складываются мощной рукой в величественную картину. Подробности выступают неожиданно, но зоркий ум и взгляд усмотрят, как намечаются в сложном узоре ступени чудесной лестницы эволюции. Слова исследователя, художника, просветителя. Николай Константинович Рерих также дал замечательное определение культуры. Невежественный человек сначала должен стать цивилизованным, потом образованным. Став образованным, он делается интеллигентным. Затем следует утонченность и сознание синтеза, которое завершается принятием понятия культуры. Культура есть синтез. Культура прежде всего понимает и осознает основы бытия и созидания, ибо она есть почитание творческого огня, который и есть жизнь. Но кто создал основы бытия? Николай Константинович Рерих – великий художник, ученый, общественный деятель, писатель, археолог, неутомимый борец за истинную культуру, пророк и, по словам, провидец. Он оставил нам огромное наследие. Это более семи картин, росписи храмов, литературные произведения, очерки, короткие рассказы, сказки, пьесы, стихотворения – всего около 30 томов. Как ученый-археолог он открыл и изучил 26 древних курганов. Великий миротворец, он еще при жизни был удостоен многих знаков отличия. Был кавалером российских орденов Святой Анны, Святого Владимира, Святого Станислава, имел орден Почетного легиона Франции, Югославский орден Святого Савы и Королевский шведский орден Полярной звезды. Он был действительным и почетным членом шести академий наук и академий художеств мира. Искусство во всей разновидности форм было его главным средством выражения. Красота в ее очищающем аспекте являлась той силой, благодаря которой он достиг самых замечательных результатов. Языком живописи он рассказывал людям о самой сокровенной, космической стороне жизни человечества и планеты. Она скрыта от праздного глаза, от разлагающегося сознания и совершенно недоступна взору самовлюбленного эгоиста. Его мысль была устремлена в будущее, а в этом будущем он видел осуществленным великое назначение человека Земли как сотрудника космических сил и гражданина Вселенной. Николай Рерих не ограничивал жизнь человека одной землей. Он был твердо убежден, что человек выйдет за пределы планеты и вольется в жизнь высокоразвитых миров. Рерих верил в великое светлое будущее земного человечества. Однако, со слов его сына Святослава Рериха, Николай Константинович всегда ставил искусство жизни выше всякого другого искусства. Он был не только великим живописцем, прежде всего он был великим художником жизни. Даже в очень трудные минуты Николай Константинович всегда оставался самим собой, вполне равновешенным, вполне гармоничным человеком. Его никогда и ничто не тревожило. Он никогда не волновался, и поэтому мог спокойно решать сложнейшие задачи в очень трудные моменты и находить самые лучшие решения. Так вспоминает о нем сын. Рерихи. Их имена с золотыми буквами вписаны в летопись мировой и отечественной культуры. Николай Константинович, Елена Ивановна, их сыновья Юрий Николаевич и Святослав Николаевич. Каждый из них оставил свой неповторимый след в культурном пространстве планеты. Необычайная гармония этой семьи, представлявшей собой духовное и творческое единство, где каждый был незаменим, уникален и высокоодарен, поражает и восхищает. На этом все. С вами была Лилия Тимеева. И, как всегда, я желаю вам культурных выходных и дневных. Редактор субтитров А.Семкин